чтобы все огневые задачи экипажам выполнить на оценку отлично. Итак, очередной заезд первого дивизиона в этом заезде участвуют команды Вьетнама, Венешеллы, Узбекистана и Казахстана. Ну что же, первыми я представляю судей в этом заезде. От Казахстана Талгат Сапарбаев, от Узбекистана Исмаил Наврузов, от Венешеллы Луис Корона и от Вьетнама Данг Куанг Йонг. Ну что же, друзья, все готово для начала заезда. С вами комментатор танкового биатлона Николай Федоров. Мы в эфире телеканала «Звезда» и я представляю экипажи. На правом фланге первая огневая дорожка. Танк зеленого цвета. Первый экипаж республики Казахстан. Командир танка капитан Бексултан Алдеберген. Наводчик-оператор, сержант третьего класса Сунгат Садуакасов. Механик-водитель, сержант третьего класса Султанбек Кутикешов. Казахстан, первый экипаж. На танке красного цвета на второй огневой дорожке. Первый экипаж республики Узбекистан. Командир танка лейтенант Шахзот Мамадзеров. Наводчик-оператор, младший сержант Сабиров Исламбек. Механик-водитель, старший сержант Карим Урунов. Первый экипаж республика Узбекистан. На третьей огневой дорожке танк желтого цвета. Первый экипаж боливарианской республики Венесуэла. Командир танка, старший лейтенант Виктор Луис Санчес Ромеро. Наводчик-оператор, капитан Диего Рафаэль Наварро Паэс. И механик-водитель, капитан Вильфредо Хосе Саларасано Агилар. Венесуэла. Ну и на левом фланге танк синего цвета. Первый экипаж социалистической республики Вьетнам. Командир танка, майор Веонг Ван Шеп. Наводчик-оператор, старший лейтенант Фан Аньтуан. Механик-водитель, лейтенант Чу Ван Тунг. Вьетнам. Итак, друзья, первая дивизионная индивидуальная гонка. Звучит горн на полигоне Алабина. И по этой команде экипажи занимают штатные места в танках Т-72Б3. Посмотрите, как разукрашен танк Венесуэлы. Итак, поднимает белые флаги полевые арбитры. Это говорит о том, что экипажи готовы начинать движение, но в индивидуальной гонке старт не одновременно. Стартовать будут поочередно с первой по четвертую огневую дорожку. И первыми будут стартовать представители Казахстана. Старт не одновременный. Разница во времени около одной минуты по решению главного судья конкурса. А главный судья конкурса в этом году начальник Казанского высшего военного танкового училища, нашего прославленного училища танкистов, генерал-майор Кирилл Кулаков. Лично будет отдавать приказ на начало движения тренерам и руководителям команды. Итак, мы видим сейчас последний инструктаж перед началом заезда. Тренер команды Казахстана докладывает о том, что да, экипаж готов. Командир танка в радиоэфире доложил о том, что готовы начать заезд. Итак, зеленый танк. Первым стартует команда Казахстан. Ну что ж, пожелаем удачи. Очень сильная, очень сильная команда Казахстана начинает свое выступление в танковом биатлоне. Итак, в 2021 году лучший результат у команды Казахстана был 22 минуты и 10 секунд. Очень хорошее время. Посмотрим, что покажет нам первый экипаж в этом году. Ну, уже экипаж на преодоление препятствия «Змейка». Это первое препятствие, которое ожидает все экипажи в ходе движения, в ходе начала движения по трассе индивидуальной гонки. Выходит из «Змейки», поднимает белый флаг полевой арбитр. Нарушений не было. У каждого препятствия находится полевой арбитр, который наблюдает, внимательно наблюдает за порядком, правильностью преодоления препятствий. Если препятствие преодолено неверно, с ошибками, то будет поднят красный флаг. И в этом случае главный судья соревнования отправляет команду на пит-стоп. Пит-стоп – это площадка штрафного времени, где экипажам необходимо выполнять норматив номер один. Контрольный осмотр машины. Ну что ж, здесь демонстрируют нам казахские танкисты. Слаженность действий в ходе загрузки трехштатных артиллерийских выстрелов. Основных выстрелов, друзья. Почему основных? Потому что есть еще и дополнительные. В случае непоражения мишени номер 12 экипажу необходимо загружать дополнительные боеприпасы. Все очень просто. Сколько мишеней экипаж не поразил основными боеприпасами, столько же дополнительных боеприпасов необходимо загрузить и продолжить боевую стрельбу. Итак, докладывает сейчас экипаж о том, что готов. А на экране второй и третий экипаж Казахстана. Друзья, парни смотрят за выступлением своих коллег, своих братьев, которым сложнее, безусловно, сложнее выступать первыми. И так останавливается танк в соответствии с изменениями в положении проведения конкурса в этом году. Мишени номер 12, имитирующий танк противника, поднимаются одновременно. И все три мишени уже в поле. Дальность до цели 1600, 1700, 1800 метров. Ну что ж, с данного ракурса сложно сейчас говорить о том, было ли попадание. Так, ну что ж, зеленые. Пока главный судья говорит о том, что нет, попадания не было. Безусловно, будет осмотр мишени по завершению заезда. Но, по всей видимости, будет назначен один штрафной боеприпас. Есть цель! Хорошо собрался наводчик-оператор. Итак, наводчик-оператор, сержант третьего класса Сунгат Садуакасов. Идет боевую стрельбу, осталась третья мишень. Ну что ж, собраться. Собраться повнимательней. А за непораженную цель экипажу назначается два штрафных круга. Это касается мишени номер 12. Все-таки в приоритете стрельба из танковой пушки. И именно по этой причине за 12-й мишень непораженную два штрафных круга. За остальные мишени, это мишень 25 вертолетов, мишень номер 9, ручная противотанковая гранатомет. Один штрафной круг. Выстрел! Есть цель! Хорошо, с двоими мишенями справляется наводчик-оператор. Ну что ж, не расстраиваться. Еще один дополнительный боеприпас. Если дополнительным боеприпасом сейчас удастся поразить первую мишень, то на штрафные круги нет необходимости идти. Экипаж продолжит движение по трассе конкурса. Итак, внимание, повтор! Итак, первый выстрел. Ну что ж, попадания не было. Второй и третий результативные. По большому счету результат, он всегда есть. Если выстрел прозвучал, то значит есть и результат. Но отличается он лишь тем, какой результат. Положительный или отрицательный. Итак, мишень в поле. Мишень, по которой сейчас будет вести боевую стрельбу, наводчик-оператор, пытаясь исправить свою ошибку. Итак, в повторе сейчас мы будем наблюдать за работой наводчика-оператора. Ну что ж, могу уже сейчас смело заявить о том, что мишень поражена, и вот она пробоина. Попросим повтор показать нам немного позже. Ну а пока продолжает движение экипаж Казахстана. Все хорошо. Вперед, вперед и только вперед. Узбекистан стартовал на трассе конкурса «Танковый биатлон». Идивидуальная гонка в самом разгаре. Итак, повтор. Друзья мои, вот и стрельба дополнительным боеприпасом. Результативная стрельба с положительным результатом, что не может не радовать препятствия. Колейный проход в минозрывном заграждении непростое препятствие. Нужно пройти его, не задев ни одной мины, пропуская их четко между гусениц. Работа механика водителя очень важна. Как и важна работа каждого члена экипажа. Командир умело управляет своим экипажем, слушает команды, которые передает руководитель, тренер команды. Наводчик-оператор ведет боевую стрельбу по мишени номер 12 и ведет стрельбу по мишени номер 9 испаренного пулемета. Командир танка еще и должен поразить мишень номер 25 вертолет. Друзья мои, в прошлом году команда Казахстана в финале выступала и заняла третье место бронзовые призеры танкового биатлона. Вспоминая прошлый год, это был невероятный финал. Борьба за третье место была просто на пределе. На пределе своих возможностей выступали танкисты, выступали команды. А в эстафете, я напоминаю, в финальной выступают сразу же три экипажа, передавая эстафету друг к другу. Ну что ж, не будем забегать вперед. Финал танкового биатлона у нас состоится 27 августа. Вот, собственно, тогда о нем и поговорим. А пока индивидуальная гонка. Это второй заезд первого дивизиона. Команда Российской Федерации в соответствии с «Жеребьевкой» выступает в третьих заездах. И завтра, 14 августа, мы ждем выступления нашей сборной. Первый дивизион будет в заезде с Китаем, Белоруссией и Киргизией. Останавливается танк синего цвета. Команда Узбекистана. Очень хорошая команда, сильная команда, подготовленная команда. Мы все помним, как еще в 2019-18 году Узбекистан пребывал на танковый биатлон наблюдателями. И СЛ наблюдал за выполнением задач танкового биатлона другими командами. Набирался опыта, в том числе у наших военнослужащих, у команды Российской Федерации. Набирался опыта у других команд первого дивизиона. Готовил свою команду, выступая во втором дивизионе. Впервые занял в нем первое место. И уже со следующего года стал выступать в первом дивизионе. В сильнейшем дивизионе конкурса танковый биатлон. Но нет никаких сомнений, что команда Узбекистана очень качественно подготовлена к конкурсу этого года. АВК сборная Казахстана завершает первый круг. Итак, отсечка по времени. 7 минут и 14 секунд. Выстрел! Третий мишень! 1700 метров четко, очень четко попадает снаряд. Замечательная работа! Браво! Браво наводчику-оператору! Младший сержант Ислом Сабиров вел боевую стрельбу. Ну что ж, а вот и на экранах Ислома болеют сейчас за Исламбека его любимая жена и двое детей, которые, я уверен, смотрят сейчас заезд, в котором выступает их дорогой любимый отец в эфире телеканала «Звезда». И, конечно же, с радостью болеют, поддерживая своего мужа, своего отца, ну и, конечно же, свою команду. Боливрианская республика Венесуэла преодолевает препятствия «Змейка» уже на трассе конкурса «Танковый биатлон». А мы понаблюдаем в повторе за боевой стрельбой сборной Узбекистана. Еще раз повторюсь и не устану повторять то, что это та стрельба, ради которой и проводится «Танковый биатлон». Та стрельба, из-за которой мы ждем, целый год ждем, когда же начнутся армейские международные игры. И начнется один из самых ярких, один из самых интересных конкурсов «Игортанковый биатлон». В 2013 году по инициативе министра обороны Российской Федерации, героя Российской Федерации, генерала армии Сергея Кужегетовича Шойгу, здесь колыбели на полигоне Алабина впервые проводился танковый биатлон, который впоследствии и явился родоначальником армейских международных игр в 2015 году. И вот уже восьмые армейские международные игры и десятый танковый биатлон. Итак, загрузка боеприпасов. Ну что ж, танки и танкисты грязи не боятся. Видим, что достаточно влажная трасса, несмотря на жару, зной, который стоит здесь на полигоне Алабина. Но это не мешает танкистам выполнять задачи, поставленные в ходе выступления в танковом биатлоне. И уверенно справляться со всеми мишенями, ну и, конечно же, со всеми препятствиями. В случае нарушения порядка преодоления препятствий, пит-стоп. В случае не поражения мишени номер 12, штрафные круги. Нужно закрыть люки? Обязательно закрыть люки. Это важно. Это правила, которые нельзя нарушать. Требования безопасности нужно соблюдать. И самые жесткие санкции накладываются на команды в случае нарушения требований безопасности. Очень надеемся на то, что этого не произойдет. Итак, Казахстан подходит к эскарпу. Нельзя останавливаться, сбросить скорость до 5 км в час. И вот с такой легкостью филиграмно взбираться на грозное и непростое препятствие эскарп. Высота его 90 сантиметров, а масса танка более 40 тонн. И только представьте, с какой легкостью этот громаднейший танк взбирается на эскарп. И продолжает движение по трассе конкурса. Венесуэла готова вести стрельбу по мишеням номер 12. Мишени в поле. 1600, 1700 и 1800 метров. Узбекистан вырывается в лидеры в этом заезде. 6 минут и 10 секунд отсечка по времени. Новодчик-оператор сборной Венесуэлы ведет поезд цели и открывает огонь. Итак, пока сложно сказать, что мишень была поражена. Возможно, не исключено, что попадает в самый низ. И мы просто с вами в данный момент не можем этого видеть, а увидим в повторе. Но пока не будем забегать вперед. И второй выстрел. Велика вероятность, что команда Венесуэлы заработала два штрафных боеприпаса. Итак, внимание. Третья мишень в поле. Нужно собраться. Нужно собраться и внимательно, предельно внимательно. Выложусь на 100% наводчику-оператору. Поразить. Поразить нужно. Поразить третью мишень. Но не удается. К сожалению, венесуэльской сборной придется использовать три дополнительных снаряда. Сейчас экипаж выйдет из боевой машины. Возьмет три дополнительных штатных артиллерийских выстрелов. Загрузит их и продолжит ведение боевой стрельбы. Есть цель. Хорошо. Командир танка. Капитан Биг Султан Алдеберген. Ввел боевую стрельбу и успешно ввел боевую стрельбу. Поразил мишень номер 25. Срабатывает. Фаер. Нет никаких сомнений в том, что вертолет поражен. Итак, загрузка боеприпасов. Венесуэла. Три штатных артиллерийских выстрела нужно загрузить. Ох, а это драгоценные секунды, а быть может и минуты. Что ж там? Секунда и загрузка около одной минуты. Но и в дальнейшем вновь придется ввести прицельный огонь. Выше. Выше уходят снаряды. Мишени, к сожалению, у команды Венесуэлы. Это был второй выстрел. Ну и третий. Да, к сожалению, три мишени остались целыми и невредимыми. Завершая загрузку боеприпасов. Но по времени на данный момент 8 минут 40 секунд. Второй круг у Узбекистана. Три мишени из пяти поражено. У сборной Казахстана четыре из пяти мишени поражено. Пришлось воспользоваться одним дополнительным боеприпасом. Позади уже 13 минут 20 секунд. Команда Узбекистана приближается к Эскарпу. Прошли без проблем. Косагор первый. Косагор был впереди еще один. Ну что ж, с легкостью сбирается на Эскарп. А сборная Венесуэлы докладывает о том, что готовы открыть огонь под трем мишеням, которые не удалось поразить с первого раза. Лишь только в первом дивизионе используются дополнительные боеприпасы. Во втором дивизионе данная практика не применяется. Но есть все шансы у команд второго дивизиона вырваться в победители. И уже в следующем году участвовать в первом дивизионе. В сильнейшем дивизионе команд танкового биатлона. Кто будет в этом году узнаем уже совсем скоро. По завершению этой, прошу прощения, следующей недели будут подведены итоги. И команды второго дивизиона как раз таки по результатам индивидуальной гонки узнают, кто стал победителем серебряным и бронзовым призером конкурса в этом году. А вот команды первого дивизиона, восемь команд пройдут в полуфинал эстафету. И состоится после этого финал конкурса танковый биатлон, в котором сойдутся четыре сильнейшие команды конкурса. Так, тренерский штаб, сборная Венесуэлы на экраны. Переживания, волнения. Не скрыть, безусловно, не скрыть. Конечно, хотелось бы, чтобы все мишени были поражены и не используют дополнительных боеприпасов. Но, быть может, не справились с волнением. Я очень сильно сомневаюсь в том, что экипаж не подготовлен. Для этого просто быть не может. Команда Боливрянской Республики Венесуэла участвует далеко не впервые. 20-й год Венесуэла пропустила, а вот в 21-м году в индивидуальной гонке лучший результат был 24 минуты 21 секунда. Ну а третий результат показал первый экипаж в 21-м году Венесуэлы. 31 минута, 55 секунд. Красный, есть цель. Командир танка, лейтенант Шахзот Мамадёров поразил вишень номер 25. И с чувством выполненного долга продолжит движение про трассе конкурса танковый биатлон механик-водитель команды Узбекистан. Итак, впереди еще одно, еще один, прошу прощения, участок ведения боевой стрельбы команды Узбекистана. Третий круг, а сейчас мы слышим выстрел. Выстрел из танковой пушки. Это ведет стрельбу команды Венесуэлы. Но, к великому сожалению, у болельщиков Венесуэлы в мишени без пробоин. Итак, второй выстрел. И вновь положительного результата нет. Мимо Кургана славы проносится танк команды Казахстан. И это уже третий круг для сборной Казахстана. Впереди остановка в указанном месте, где необходимо установить пулемет ПКТ для выполнения следующей огневой задачи. 16 минут 41 секунда позади. Еще один выстрел. Ну что, Венесуэла, будет ли попадание? Но нет, к сожалению. К сожалению, 6 штрафных кругов Венесуэла будет проходить уже прямо сейчас, друзья мои. 6 кругов – это 3 километра. Огромная, огромная дистанция. Если учесть то, что круг в индивидуальной гонке 4 километра 100 метров, то 6 штрафных кругов – это фактически полный круг. Огромное время. Ну а мы пожелаем удачи команде Социалистической Республики Вьетнам. Вьетнам на трассе конкурса. Получили команду вперед и отправляются загружать боеприпасы, а перед этим загрузят три штатных артиллерийских выстрела. Докладывает сейчас тренер команды Казахстан о том, что «Зеленый» готов. Готов вести стрельбу по мишени номер 9. Ну а Венесуэла отправляется на штрафные круги. Итак, механик-водитель Вьетнама осторожно и внимательно лавирует между столбами на препятствии «Змейка». Хорошо, нарушений не было. Очень осторожно прошел препятствие. Выходит из него в створ. Ей будет останавливаться уже через считанные метры на площадке для загрузки боеприпасов. Загрузка боеприпасов отрабатывается фактически до автоматизма. Все три члена экипажа участвуют в ходе этого элемента, загружая три штатных артиллерийских выстрела. А если аж так вспомнить, снаряд-то не совсем и легкий. И, казалось бы, невысокого роста танкисты, а мы знаем, что танкисты, это парни в основном ростом метр шестьдесят, метр семьдесят, за редким исключением немного выше, потому что высокому танкисту попросту не очень будет удобно в танке. Так вот, эти парни невысокого роста с легкостью берут двадцати девяти килограммовый снаряд и передают его своим коллегам, которые загружают в дальнейшем уже в танк. Итак, ну что ж, социалистическая республика Вьетнам. Парни загрузили боеприпасы. Белый флаг поднимает полевой арбитр, что говорит экипажу о том, что можно продолжать движение, выходить на рубеж ведения огня по мишеням номер двенадцать. Третий круг у Казахстана. На третий круг отправляется команда Узбекистана. Итак, вновь Узбекистан продолжает лидировать в этом заезде. Отсечка по времени после завершения задачи второго круга. 14.54 у Узбекистана и 16.23 у сборной Казахстана. Немного отстают казахские танкисты, но, быть может, еще удастся нагнать время. Итак, мишени в поле. Три мишени. 1600, 1700, 1800 метров. До дальности, до цели. В какую будет вести стрельбу наводчик-оператор, не знает никто. Но сейчас, к сожалению, не долет. Промах. Мишень не поражена. Как минимум один боеприпас дополнительный придется брать сборной Вьетнама. Использовать для того, чтобы все же справиться с этой мишенью и поразить ее. Итак, две еще мишени в поле. Мы видим, что не спешит, не торопится. Выстрел. Вьетнам. Не долет. Не долет. Нужно корректировать наводчика. Корректировать обязательно тренерской группе через командира танка. Итак, третья мишень. Будет ли попадание? Очень нужно. Очень нужно попадание сейчас экипажу Вьетнама. Если не удастся поразить эти мишени дополнительными боеприпасами, то... Есть цель! Есть цель, друзья мои. Есть еще шанс у команды Вьетнама справиться с двумя мишенями. И, минуя штрафные круги, продолжит движение по трассе конкурса. Ну что ж, два дополнительных боеприпаса придется загружать. А пока мишень номер девять. Стрельбу ведет наводчик-оператор сборной Казахстана. Сержант третьего класса. Садуакасов Сунгат. Есть цель в дребезге. Прекрасная работа. Ну что ж, можно отправляться на финиш. Нагонять, нагонять. Время затраченное в ходе загрузки дополнительного одного штрафного боеприпаса. Мы помним о том, что команде Казахстана не удалось, к сожалению, справиться с первой попытки с одной из мишеней номер двенадцать. Но все же дополнительным боеприпасом данная мишень была поражена. Что, собственно говоря, и подарило команде возможность продолжить движение по трассе конкурса без штрафных кругов. Огромное количество болельщиков Вьетнама сегодня на полигоне Алабина. Действительно, друзья, в ходе заезда в танковый биатлон царит невероятное позитивное настроение. Много радости, улыбок. И, конечно же, тех эмоций, которые дарят болельщики танкистам на расстоянии. Я уверен, танкисты это чувствуют. Итак, с замиранием сердца сейчас тренерский штаб сборной Вьетнама наблюдает за работой своего экипажа. Боеприпасы загружены. Две мишени в поле. Осталось поразить две мишени на 1600 и 1800 метров. Есть цель! Хорошо, ну что ж, в том же духе сумели таки собраться танкисты Вьетнама и еще одна мишень. Сзади уже 5 минут 25 секунд. Выстрел! Есть цель! Ну что ж, быть может, переволновался. Попросту переволновался наводчик-оператор, чувствуя тот груз ответственности на своей спине, выступая первыми. Первыми выступать, конечно же, сложнее. А сейчас как раз-таки выступают первые экипажи. А завтра выступает первый экипаж команды Российской Федерации. Друзья, 14 августа в этом заезде сойдутся Китай, Беларусь, Киргизия и наш российский первый экипаж. Команда обновлена. Все члены экипажа участвуют впервые. Готовились к конкурсу танковый биатлон на протяжении всего года. Ну что ж, о нашей команде мы поговорим завтра. А пока давайте понаблюдаем в повторе стрельба сборной Вьетнама дополнительными боеприпасами все же пригодились и были израсходованы по назначению. Итак, в готовности сборная Узбекистана. В эфире мы слышим о том, что докладывает командир о том, что боеприпасы загружены. Команда Узбекистана будет вести боевую стрельбу по мишени номер 9. Пока вновь повторяя работа сборной Вьетнама. Прекрасно, прекрасно наблюдать и очень радостно наблюдать, когда в мишенях есть пробоины. Ох, осторожно и внимательно. Посмотрите, как близко друг к другу сейчас идут два танка. Венесуэла и Казахстан. Механикам водителей нужно быть поосторожней. Есть правила, безусловно, правила на трассе конкурса танковый биатлон. Такие же, как и правила на дороге. Уступать дорогу в случае помехи справа. Но не допущено столкновение. Осторожно, филиграммно ведут боевые машины механики-водители Венесуэлы. Продолжает движение. Впереди еще одно препятствие. А пока команда Узбекистана на экранах. Мишень в поле. Можно вести стрельбу. Все готово. И уже ведет боевую стрельбу. Мы видим, как поднимаются клубы пыли. Немного скорректировал введение стрельбы. Направляет прицельный огонь. Четко в мишени разбивает ее в дребезги. Ну что ж. Браво, Узбекистан. Пять из пяти. Пять из пяти. Отличная работа, как, собственно говоря, и у Казахстана. Пять из пяти, друзья. Венесуэла пока имеет проблемы с боевой стрельбой. И первому экипажу ничего исправить уже не удастся. За непоражение двенадцатых мишеней экипаж добросовестно проходит штрафные круги. А на экране наводчик-оператор команды Узбекистана. Браво, Узбекистан. Каждый год, каждый год уровень сборной Узбекистана растет с геометрической прогрессией. Друзья мои, это видно невооруженным глазом, как говорится. Очень серьезная подготовка, очень сильная команда, очень сильный тренерский штаб. Многим есть чему поучиться у команды Узбекистана. Итак, мимо круга на славы проноится команда Казахстана. Финиш. Финиш, друзья мои. Казахстан, первый экипаж, завершил свое выступление. Двадцать пять минут и пятьдесят семь секунд. Пока это лучшее время в первом дивизионе. Выступали уже Монголия и Азербайджан сегодня же. Но там время было немного похуже. Тридцать одна и тридцать две минуты. Но Казахстан показал двадцать пять пятьдесят семь. Команда Вьетнама на очередном круге. И Венесуэла пересекает финишную черту, завершая выполнение задач первого круга. Отправились на второй. Но у Венесуэли пришлось здорово помотать штрафные круги, поэтому позади уже почти что двадцать минут. Сбивает столб, но в целом сбить столб не беда. Вот нельзя сойти с колеи. Сошли с колеи. Главный судья конкурса подтверждает, да, было нарушение порядка преодоления препятствий у экипажа Венесуэлы. То, что сбили столб, не так-то и страшно. По большому счету он показывает направление дорожек. Здесь самое главное не остановиться. Давайте посмотрим в повторе. И вот прыжок. И сход с колеей явно. Явный сход с колеей, а это ошибка. Команда уже поплатилась за эту ошибку. Механика, водители остановились на пидстопе. Нет, нет, друзья мои, прошу прощения. Это препятствие. Остановка в обозначенном месте. Пидстоп будет немного позже. На остановке в обозначенном месте экипаж совершает остановку. Глушит двигатель. Выходит всем составом из танка. И устанавливает на штатное место на втором круге зенитный пулемет «Корд». Для стрельбы по мишени номер 25 вертолет. А на третьем круге пулемет ПКТ. Очень отлаженно и здорово быстро работают в этом вопросе танкисты. Пока во всех заездах, которые мы сегодня наблюдали. А сегодня уже состоялось три заезда. Третий заезд сейчас идет. Ну, можно сказать, фактически состоялся. Выступило 10 команд. Три еще выступают. Но в целом по завершению сегодняшнего дня 10 экипажей уже покажут свои результаты. И исправить ничего абсолютно не смогут. Так, преодолели препятствия. Но красный танк. Команда Узбекистана останавливается на пидстопе. Итак, уточняем, где нарушил порядок преодоления препятствий сейчас Узбекистан. В данный момент команда на пидстопе выполняет норматив «Контрольный осмотр машины». Ну, в среднем около одной минуты экипаж тратит время на выполнение как раз-таки этого норматива. Вот сейчас мы с вами можем наблюдать по очи, что выполнение норматива завершено. Можно продолжать движение далее. Далее Узбекистан приближается к финишу. Ох, как обидно, когда ты видишь уже финиш, и тебе нужно остановиться на пидстопе и потратить драгоценное время. Казахстан 25.57, а что покажет Узбекистан, друзья мои, и вот он финиш! Экипаж Узбекистана вырвался в лидеры этого заезда. Узбекистан 25 минут и 18 секунд. Совсем ненамного на 40 секунд. Но, тем не менее, опередив первый экипаж Казахстана. Молодцы узбекские танкисты. Браво, браво! Аплодируем вам, конечно же, стоя. Это были лейтенант Шахзот Мамадзеров, командир танка, наводчик-оператор, младший сержант Сабиров Исламбек и механик-водитель, старший сержант Карим Урунов. Узбекистан, мир! Узбекистан, мир! Выполняет воинское приветствие танкисты из Узбекистана. Их приветствует и благодарит каждый болельщик, который сегодня здесь поддерживает свою команду, своих соотечественников. Ну и, конечно же, наши танкисты, танкисты команды Российской Федерации, просматривают заезды, поддерживая каждую команду в равной степени. Повтор! Внимание! Вьетнам! Да, было нарушение на Касагоре. Один пит-стоп. Придется выполнить контрольный осмотр машины. Еще раз повтор. Да, цепляет, выравнивает машину механик-водитель, но уже поздно. Был задет один ограничительный столб и второй ограничительный столб. Но сколько бы ты столбов ни задевал, хоть один, хоть все десять. Препятствия не преодолено. Штрафная площадка. Один пит-стоп. Вьетнам на втором круге будет вести боевую стрельбу командир танка из зенитного пулемета. Но, тем не менее, нужно выбраться из машины всем трем членам экипажа. Обязательное условие. Обозначить построение. Вы видите, сейчас ждут, 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 пока коснется нога механика-водителя российской Алабинской землицы. И только после этого начинает действовать экипаж по вопросу загрузки боеприпасов. 15 боеприпасов. Ноучик-оператор помогает своему командиру. Командир выходит в связь со своим тренером. Последние штрихи подготовка к ведению боевой стрельбы. Сборная Вьетнама. Первый экипаж. Майор Веонг Ван Шеп. Командир танка. 32 года. Ван Шепу. Не первый раз уже участвует в танковом биатлоне. А вот и мишень есть. Срабатывает фаер. Говоря нам о том, что командир танка сборной Вьетнама знает свою работу. На отлично. Выполнил боевую стрельбу. Поразил мишень. И обрадовал свою команду тем, что можно продолжать движение по трассе конкурса без штрафной дистанции. На экранах командир танка сборной Вьетнама. Первый экипаж майор Вуонг Ван Шеп. А на трассе конкурса остаются два танка. Два экипажа. Венесуэла и Вьетнам. В обе команды выполняют задачи второго круга. У Венесуэлы пока ситуация с боевой стрельбой, с поражением мишеней, к сожалению, хуже, чем у других участников этого заезда. 5 из 5 Узбекистан. Прекрасное время. 5 из 5 Казахстан. Также великолепное время. 25.57. Вьетнам на данный момент 4 из 5, но еще одна мишень впереди, поэтому, возможно, сумеют догнать лидеров этого заезда и показать результат 5 из 5. В Венесуэле, конечно, этого сделать уже не удастся, потому что допустили три промаха по мишеням номер 12, за что бы поплатились прохождением шести штрафных кругов. Итак, друзья, напомню о том, что в первом дивизионе в этом году выступают команды Азербайджана, Монголии, Вьетнама, Венесуэлы, Узбекистана, Казахстана, Китая, Белоруссия, Россия и Киргизия. Во втором дивизионе Лаос, Армения, Сирия, Мьянма, Иран, Мали, Зимбабве, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан и команда Судана прибыла в этом году для участия в конкурсе «Танковый биатлон». В том году также участвовали, не так давно стали принимать участие в конкурсе представители «Судана». Много есть еще чему «Судану» поучиться в выполнении задач конкурса, но тем не менее стремление есть, а это самое главное. Посмотрим, что нам покажут суданские танкисты. Это пока работа венесуэльской сборной, и командир танка продолжает ведение боевой стрельбы, но пока мишень цела и невредима, фаер не срабатывает, и мы видим, как трассы пролетают мимо мишени, нужно корректировать ведение стрельбы, ниже берет, берет ниже сейчас командир танка, нужно значительно выше прицеливаться. Заработал штрафной круг командир танка команды Венесуэла. Хорошо преодолевает препятствия брод сборная Вьетнама. Совсем немного остается до финиша второго круга, и можно будет отправляться на выполнение последней, третьей огневой задачи индивидуальной гонки. Время 18 минут 14 секунд уже позади. Хорошо идет команда. Итак, прошлый год. Вьетнам. 24 минуты 45 секунд. Лучшее время. Третий экипаж показал такое время. Ну и худшее время было у второго экипажа. 31 минута 22 секунды. Останавливается команда Вьетнама на пидстопе. Нужно выполнить контрольный осмотр машины за нарушение порядка преодоления препятствия. Мы помним, что нарушение было зафиксировано в ходе преодоления препятствия. Косогор. Зацепили два ограничительных столба. И придется потратить как минимум одну минуту, выполняя норматив номер один. Но экипаж работает как часы. Слаженно и очень точно. Четко, выполняя команды своего командира. Молниеносно и быстро, завершив выполнение задачи пидстопа, продолжает движение по трассе конкурса. Ну что ж, вперед Вьетнам. Впереди третий круг. Прежде чем финишировать во втором круге, одно из неприятных моментов – это выход на препятствие ограниченный проход. Как раз-таки сейчас мы с вами сможем наблюдать, как после препятствия курган экипажи зачастую механики-водители набирают достаточно большую скорость. А впереди глубокий поворот, на котором нужно очень быстро выровнять машину и отправить четко по своей дорожке на препятствие ограниченный проход. Там огромнейшее количество ограничителей, которые, зацепив даже один, можно, как говорится, уйти на пидстоп. Чего не хотелось бы ни в коем случае не болельщикам Вьетнама, да и никому, кто смотрит сегодня этот заезд, кто болеет за вьетнамскую сборную, кто поддерживает все команды, участвующие в танковом биатлоне. Итак, хорошо, хорошо выходит сейчас из препятствия механик-водитель вьетнамской сборной. 26 лет ему, Чувантун, не впервые участвует в танковом биатлоне, трассу знает фактически, как дорогу из магазина домой. И будет преодолевать препятствия противотанковый ров. Уже преодолел его, поднимает белый флаг, полевой арбитр. Не было нарушений. Итак, считанные метры до отсечки по времени завершают выполнение задач второго круга. И команда Вьетнама отправится на третий круг. Ну что ж, на выполнение задач третьего круга у команды, если есть желание стать лидерами в этом заезде, то 4 минуты, всего-то навсего 4 минуты, что фактически, наверное, нереально. Наверное, нереально догнать Узбекистан и Казахстан в том числе. Но, тем не менее, мы пожелаем Вьетнаму выложиться на полную и будь как будет. Какой результат будет, того результата, конечно же, и достойный экипаж. Возможно, могли бы лучше. Возможно, первый заезд, возможно, участие первыми в команде сказывается, экипажи волнуются и где-то допускают ошибки. Очень надеемся на то, что вторые и третьи экипажи будут показывать результаты еще лучше. Демонстрировать нам прекрасную, великолепную боевую стрельбу, особенно по мишеням номер 12. Итак, устанавливают вьетнамские танкисты пулемет ПКТ. Спаренный пулемет с пушкой на штатное место установлен. И можно продолжать движение. Впереди стрельба по мишене номер 9. Совсем немного остается команде Вьетнам. Хорошая команда, все команды первого дивизиона в этом году очень сильные. Да и второй дивизион, вы посмотрите, как нас радует Мьянма. Мьянма выступила и показала результат однозначно достойный первого дивизиона. Итак, глубокий поворот. Здесь выравнивать боевую машину и осторожно, осторожно, внимательно выходить на препятствия ограниченный проход. Итак, сборная Вьетнама сейчас назначает пить стоп, уточняем, по какой причине. Но нет никаких сомнений в объективности судействия. Еще раз напомню о том, что председательствует судейской коллегии танкового биатлона главный судья конкурса. Генерал-майор Кирилл Кулаков. И весь состав судейской коллегии представляет собой по одному представителю от каждой команды. Судьи прошли углубленные занятия перед началом заездов, перед началом судейства. Получились соответствующие сертификаты, которые позволяют осуществлять судейство на конкурсе «Танковый биатлон». И все вопросы каждого заезда, каждого дня обсуждаются на заседании судейской коллегии после завершения заезда. Вьетнам отстает на 6 минут 17 секунд от лидера Узбекистана. Время 21 минута 11 секунд. Прошу прощения, Венесуэла на данный момент на экранах 18 минут и 19 секунд отстают от Узбекистана. 33 минуты 13 секунд уже позади с того момента, когда механик-водитель команды Венесуэлы начал движение по трассе конкурса. Итак, нужно остановиться в обозначенное место. Здесь экипаж останавливается. Третий круг у Венесуэлы. Соответственно, установить на штатное место необходимо пулемет ПКТ калибра У7,62 мм. Эскарп. В Вьетнаме нельзя останавливаться. Ну и не останавливается. И правильно делает. Нарушений не было. Белый флаг однозначно поднимет полевой арбитр. Эскарп уже позади. Последний эскарп для первого дивизиона. Прошу прощения, для первого экипажа второго дивизиона команды Вьетнама. Больше первый экипаж выступать не будет. В этом году победа в конкурсе во втором дивизионе будет подсчитываться по результатам индивидуальной гонки. Безусловно, мы наградим и выявим победителей в индивидуальном зачете. Но в целом, составив общий рейтинг команд, мы узнаем, кто стал победителем конкурса «Танковый биатлон» во втором дивизионе. Повтор. Внимание! Вьетнам цепляет, к сожалению, цепляет. Механик-водитель снова на Косогоре ограничительные столбы, за что придется проходить еще один пидстоп. Это возможно сделать? Ну что ж, решение по введению пидстопов на трассе конкурса «Танковый биатлон» было принято руководителем конкурса «Танковый биатлон» главнокомандующим сухопутными войсками генералом армии Олегом Леонидовичем Солюковым. И это решение, безусловно, было очень грамотным и правильным. Я вам поясню, почему. Ведь ранее за нарушение порядка преодоления препятствий назначались командам штрафные секунды, штрафное время. И когда команда финишировала со своим временем конкретным, которое мы видели на экране, после заезда судейской коллегии приходилось проводить подсчет и добавлять к этому времени секунды. Получалось так, что команда прибыла первой, а по результатам заседания судейской коллегии могла оказаться четвертой. Вот чтобы такого не было никогда более в «Танковом биатлоне» и было принято решение о том, что пидстоп. Пидстоп за нарушение порядка преодоления препятствий. Сколько раз нарушили, столько раз зайдете на пидстоп и там потратите время. Поэтому каждый раз в «Танковом биатлоне» время, которое мы с вами видим на экране после финиша, фактически остается тем, которое будет в протоколе, неизменным. За тем исключением лишь только, если у экипажа была задержка при стрельбе не по вине самого экипажа. Но это исключительные случаи, поэтому об этом можно не говорить. Есть пока, друзья мои, вопрос по Казахстану будет обсуждаться на заседании судейской коллегии. Напоминаю о том, что в обязательном порядке все судьи отправляются после заезда в поле на осмотр мишени. Мишени, каждая мишень подписана, поэтому никаких сомнений нет в том, что ту самую мишень, которая была установлена, увидит судья после введения боевой стрельбы, после заезда. И уже после осмотра мишени, когда судьи прибывают с поля, состоится заседание судейской коллегии. Будут просмотрены все повторы, запрашиваемые судьями, запрашиваемые членами команд и руководителями команд. И уже по результатам заседания окончательный протокол дня будет распечатан, подписан всеми членами судейской коллегии. Собственно говоря, и результат будет зафиксирован и останется таковым навсегда. Мишень номер 9 на экране, мишень синего цвета для команды Вьетнам. Ну что ж, стрельбу пока не ведет новый чек-оператор, ведет поиск цели. А боеприпасы загружены, все готово для стрельбы. Время идет, время драгоценно идет и уходит. Боеприпасы израсходованы. Все 15 боеприпасов израсходованы, к великому сожалению, болельщиков Вьетнама. Придется пройти штрафной круг. 500 метров штрафная дистанция назначает главный судья соревнований. И экипаж отправляется финишировать. Но есть необходимость, и обязательно экипажу придется зайти на штрафную дистанцию и еще на один пит-стоп. Вьетнам 28 минут 50 секунд уже позади. Догнать Узбекистан и Казахстан однозначно не получится. Так, повтор. Что здесь в Венесуэла? Друзья мои, сошли с трассы. Дезориентировался. Дезориентировался механик-водитель. По какой-то причине сошел с трассы, но выровнял боевую машину. Нужно быть повнимательным. Конечно же, повнимательнее, предельно осторожным. И с трассы ни в коем случае не сходить. Ясное дело, танку не страшно сойти с трассы. Проедет он где угодно. Но все же трасса определена. И путешествовать в индивидуальной гонке, как и в эстафете, нужно именно по ней. Итак, продолжает движение. Глубокий поворот. И впереди Косогор. Пока гладко. Пока гладко. Хорошо. Выходить из препятствий, не цепляя. Что и демонстрирует нам сейчас механик-водитель Венесуэлы. Поднимает белый флаг. Полевой арбитр. Косогор немножко сбавит скорость. Но не останавливаться. Это важно. Это одно из самых главных условий преодоления препятствий Искар. С ним справляется механик-водитель команды Венесуэлы. Капитан Вильфредо Хосе Соларасано Агилар. Продолжает движение. Еще один Косогор. И впереди последняя огневая задача для первого экипажа команды Венесуэлы. Такое напряжение сейчас на вышке, вблизи тренерского штаба команды Венесуэлы. Сейчас вся надежда на двух людей, на двух членов экипажа. Это механик-водитель, который должен вести боевую машину до финиша и не нарушить порядка преодоления препятствий. Ну и, конечно же, на наводчика-оператора, у которого впереди еще одна огневая задача. Вьетнам на прямолиненном участке движения. Скоростной участок трассы конкурса «Танковый биатлон». Скорость 50 км в час. Итак, Венесуэла, загрузка боеприпасов. Выходит из танка. Построение ждут механика-водители. Обязательно нужно дождаться. И вот сейчас можно начинать работу. Вперед, Венесуэла. Вперед и только вперед. 15 боеприпасов, 5 из них с трассирующими пулями. Все члены экипажа занимают штатные места. Закрыть люки нужно обязательно. Итак, мишень номер 9 в поле. 700 метров до цели сейчас. Научик-оператор самостоятельно по команде тренера на начало ведения стрельбы. Самостоятельно ведет поиск цели. Как только обнаруживает ее, открывает по ней прицельный огонь. Остается лишь только дело за малым. Поразить это мишень и пройти мимо штрафного круга. Ну а пока мишень целая невредима. К сожалению, мишень целая невредима. И нет разбитого стекла. Мишени стеклянные. Мы видим сейчас, как вблизи мишени. Очень близко. Летят пули, поднимая клубы пыли. Но попадает только лишь в землю. И сейчас разбивает мишень в дребезге. Хорошо. Наводчик-оператор справляется с этой целью. И одна из пяти мишеней в индивидуальной гонке для команды Боливрианской Республики Венесуэла поражена. Ну что ж, ноля не будет. Ноля не будет. И это, конечно же, очень и очень отрадно. Продолжает движение команда. Результат 42 минуты 29 секунд на данный момент. Но результат, мягко говоря, не самый лучший. Но впереди еще выступление многих экипажей. Поэтому не будем забегать вперед. Посмотрим, что нам покажут вторые и третьи экипажи команд, в том числе и Венесуэла. Завтра, друзья мои, 14 августа. Напоминаю о том, что нас с вами ждет заезд, в котором участвуют Китай, Белоруссия, Россия и Киргизия. Завтра же, 14 августа, нас с вами ждут два заезда второго дивизиона. В котором сойдутся Иран, Мали, Зимбабве, Южная Осетия. А также в следующем заезде завтра второго дивизиона Абхазия, Таджикистан и Судак. Венесуэла в 2021 году заняла 10-е общекомандное место. Команда Вьетнама была 9-й. Но на сегодняшний момент можно отметить, что у Вьетнама дела, по крайней мере, у первого экипажа, значительно лучше, чем у первого экипажа Венесуэла. Что ж, пожелаем провести правильную работу над ошибками тренерскому штабу и суметь, суметь, подучить, успеть убедить экипажи, вторые и третьи экипажи не допускать тех ошибок, которые были допущены первым экипажам. Впереди участок минно-зароном заграждения у команды Венесуэлы. Непростое препятствие. Сложное оно тем, что после прямолинейного скоростного участка установлены мины. И так, друзья, ну что ж, Вьетнам прибыл на финиш. Не спеша, но уверенно пришлось зайти еще и на пинстоп перед финишем. Ну, сказать, нужно радоваться или грустить сейчас, обязательно делать этого не нужно. Это первый экипаж. Впереди еще два выступления у команды. Время 34.53. Ну, что есть, то есть. Тем не менее, мы благодарим экипаж и говорим огромное спасибо за этот заезд. Четыре мишени из пяти достойно уважения. Конечно же, достойно уважения, великолепная работа. Да, не получилось многое с препятствием. Да, не получилось многое в ходе выполнения задач непосредственно механиком водителя. Но, тем не менее, в приоритете стрельба. И стрельба великолепная. Государственный флаг Вьетнама развивается в руках танкистов, которые едут на танки Т-72Б3. Российская Федерация выделяет танки всем участникам конкурса «Танковый биатлон». Единственная команда, которая привозит свои танки кардинально, ну, не сказать, что кардинально, отличающаяся от танков Т-72Б3, это команда Китая. Но, вместе с тем, этот танк схож по техническим характеристикам с нашим Т-72Б3. Кроме того, команда Республики Беларусь прибывает с танками, которые стоят на вооружении Республики Беларусь. Но это все те же наши родные красавцы танки Т-72Б3. Итак, Венесуэла продолжает движение, проходит препятствие, ограниченный проход. Впереди противотанковый ров. Итак, считанные мгновения остаются до завершения очередного заезда первого дивизиона, да и в целом завершения первого дня индивидуальной гонки конкурса «Танковый биатлон». Сегодня мы стартовали официальное открытие армейских международных игр, как и открытие официального конкурса «Танковый биатлон» состоится 15 августа в понедельник. Игры будут открыты в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». Ну а конкурс «Танковый биатлон» традиционно здесь, на полигоне Алабина. Итак, финиш Венесуэла. Первый экипаж завершил выступление в танковом биатлоне 47 минут и 5 секунд. Венесуэла показала именно такое время от Сталина, более чем 21 минуту от лидера этого заезда. Итак, танк желтого цвета на экранах, открывает люки. Показались танкисты. Давайте вспомним еще раз их замечательных парней. Командир танка, старший лейтенант Виктор Луис Санчес. Очень приятно было слышать, как поддерживая командира танка на трибунах звучало «Витя, Витя, давай!». Но, по всей видимости, это поддерживали наши болельщики. Виктор Луис Санчес Ромеро, командир танка. Наводчик-оператор капитан Диего Рафаэль Навага Паэс. Механик-водитель капитан Вильфреда Хосеса Ларсана Агилар. Итак, результаты еще раз. Узбекистан 25.17, Казахстан 25.57, Вьетнам 34.53, Венесуэла 47 минут и 5 секунд. Судья собирается, убывают на осмотр мишеней. Главный судья с секретариатом готовит начало заседания судейской комиссии, коллегия. И начнется оно уже буквально через немного времени, я думаю, в течение часа. Заседание уже пройдет и будут подведены итоги первого дня. Ну что ж, друзья, с вами комментатор танкового биатлона Николай Федоров. Мы на полигоне Алабина. Завершается выступление первых экипажей, ну и предварительные результаты первого дивизиона. Пока лучшим оказался Узбекистан 25.18, у Казахстана 25.57, Монголия 31 минута 10 секунд. Далее идет Азербайджан 32 минуты 43 секунды, Вьетнам 34 минуты 53 секунды и Венесуэла. Первые экипажи выступали 47 минут и 5 секунд. Владимир, давайте посмотрим яркие моменты, яркие красочные моменты этого заезда. Команда Боливрианской Республики Венесуэла. Ну то ж, пусть показали и четвертый результат, но тем не менее выступили, не нарушили технику безопасности. Ну и будем надеяться, команда будет учиться на своих ошибках, на ошибках своих коллег, своего первого экипажа. Четвертая строчка в этом заезде – экипаж Венесуэлы. Итак, третья строчка этого заезда – первый экипаж Социалистической Республики Вьетнам. Хорошая, сильная команда, очень порадовали вьетнамские танкисты нас своей результативной боевой стрельбой. Были ошибки, ну, редко кто не ошибается. Редко кто не ошибается, конечно, хотелось бы, чтобы наша команда не ошибалась. Будем очень на это надеяться. Но вместе с тем нужно принимать свои ошибки не за проигрыш, а за возможность их исправить уже следующими экипажами и не допустить их вновь. Команда Вьетнама – третья строчка в этом заезде. Вторая строчка в сегодняшнем заезде первого дивизиона засталась экипажу Республики Казахстан. Ну, о Казахстане, кроме как положительного, о команде Казахстана не скажешь совершенно ничего. Очень сильная команда и с года в год показывают великолепные результаты. Еще раз напомню о том, что Казахстан в прошлом году стал бронзовым призером. Бронзовым призером конкурса «Танковый биатлон». Была невероятная борьба за третье место между Казахстаном и Азербайджаном. Эмоции зашкаливали здесь, на судейской вышке, да и среди всех болельщиков просто невероятно. Ну и очень здорово порадовали нас и удивили представители Узбекистана. Узбекские танкисты в этом заезде заняли первое место. И на данный момент среди всех экипажей, выступивших в первом дивизионе, команда Узбекистана и первый экипаж стал лидером. Ну что же, дорогие друзья, еще раз огромное спасибо всем, кто сегодня был с нами. Это танковый биатлон 10, юбилейный танковый биатлон армейских международных игр 2022 года. С вами был комментатор танкового биатлона Николай Федоров. Всем прекрасного настроения, замечательных выходных. Берегите друг друга, любите друг друга и будьте счастливы. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok